Меня зовут Самойленко Наталья. Из прошлых видео я обещала рассказать, почему я с опаской отношусь к козьей иве, а вернее к ее привитой форме пендула. Давайте сначала поговорим о ней как о виде, а потом перейдем к формам и сортам. Козья ива – это небольшое дерево или кустарник с очень большим ареалом. Ее можно встретить на Кавказе, в Дальнем Востоке и даже в Сибири. Своё название она получила из-за того, что ее побеги и листья очень нравятся домашним животным, особенно козам и не только домашним. Дикие тоже не откажутся полакомиться ее ветками. В отличие от большинства ив, козью вы никогда не встретите на влажных или заболоченных почвах. Ей больше нравятся сухие грунты. Живописному берегу водоема она предпочитает обочину дороги, пустырь или городскую свалку. Ее своеобразный лист очень отличается от изящного листоломкой или белой ивы. У козьей ивы он круглый, слегка морщинистый и, на мой взгляд, очень грубый. Лишена изящества и крона. Ну, кустарник и кустарник, ничего особенного. Я уверена, что гуляя по лесопарку или городу, вы тысячи раз проходили мимо нее и ни разу не остановились, чтобы полюбоваться. Хотя нет, есть такой период, когда она привлекает к себе внимание. Это канун вертного воскресения. Чаще всего именно ее мы срезаем на этот праздник, но срезав, тут же забываем о ней. С точки зрения декоративности, козья ива не представляет никакой ценности для садовода. А вот как ранний медонос или лекарственное растение, ей почти нет равных среди ив. Хотя нет, пожалуй, есть белая ива, благодаря которой мир узнал аспирин. Помимо общего эстетического вида, козья ива мне не нравится еще за то, что она является основным хозяином для ржавчиного гриба. А промежуточные хозяева – это смородина и лиственница. Вспомните, во второй половине лета, если вы подойдете к козьей иве и перевернете лист, то с обратной стороны увидите ярко-рыжий налет. Бороться с ним не так уж и просто. В описании будет ссылка на сюжет, посвященный ржавчине на растениях. Но и это еще не все. Иногда, гуляя по огороду или по саду, и проходя мимо своих любимцев, вы замечаете на листьях некую пятнистую субстанцию, очень похожую на плевок. Я, когда была маленькой, все очень сокрушалось. Какие в Ленинграде невоспитанные люди живут? Все кусты вокруг оплевали. И только когда выросла и связала свою жизнь с дентрологией, узнала, что человек здесь совсем ни при чем. А всему виной и вовая пенница. Она появляется на листьях в конце мая-начале июня. Личинки пенницы питаются соком дерева. Пена появляется после того, как сок проходит через пищеварительный тракт личинки. Пена служит отличным укрытием личинки от неблагоприятных факторов окружающей среды. Предохраняет личинку от высыхания на солнцепеке. И вовая пенница появляется не только на козьей иве, но и на других. Но козью она любит особенно нежно. Помимо ржавчиного грибка и вовой пенницы, козья ива стала домом для многих других вредителей. Это и листоверка, и паутинный клещ, и тля ивовы обыкновенная, которые представляют угрозу не только для ивы, но и для морковки и укропа. Но самую большую угрозу для ивы, особенно привитой на штамбе, и не важно, пендула это или кельмарнок, представляет усачи и короеды. Их личинки развиваются и питаются под корой. Почему я и говорю, что больше всего страдают привитые формы. Чаще всего личинки можно встретить в месте прививки. Именно там видно, что кора неровная со множественно мелких трещин. А как вы помните, если прививка пострадает, то вместо плакучей красавицы мы получим обычную фрагелис, или в лучшем случае белую иву. И последнее. Самая основная причина, почему я не люблю привитую козью иву. Она кроется не в самом растении, а в садоводах. Из-за отсутствия доступной и правдивой информации, садоводы считают, что обрезка и стрижка растений – это страшно сложная процедура. А когда дело касается плакучих форм, то и совсем не нужное. Это является большой ошибкой. На канале есть ролик, где моя коллега Татьяна рассказывает, как и зачем нужно ухаживать за плакучими формами на примере лиственницы. Ссылку вы также найдете в описании. А пока вспомните, как выглядит ваша плакучая ива спустя 5 лет на участке. Скорее всего, она стоит на распорках. И с каждым годом распорки становятся все более мощными. Сначала это тонкая палочка, потом это черенок от лопаты, а в итоге металлический уголок. Разве это прибавляет изящество растению? С чем это связано? Козья ива, как и любая ива, обладает очень большой побегообразовательной способностью. И за несколько лет крона становится очень мощной и тяжелой. Вся нагрузка приходится на ствол, который не успевает за ростом крона. И в итоге или ива ломается в месте прививки, не выдерживая нагрузки, или стоит на уродливых распорках. Лекарство от этого одно – стричь. Причем не жалея, ежегодно облегчая этим кроном. Ну вот, наверное, и все претензии, которые у меня есть к этому растению. Козья ива неплоха. Она абсолютно зима и морозостойка, но требует к себе внимания. Впрочем, как и любое растение. Если вы готовы ее стричь и заниматься профилактическими обработками, то это растение ответит вам благодарностью. В противном случае, через несколько лет, вы просто потеряете свою любимицу. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч!